всем привет вы на моем канале о вязании меня зовут люба сегодня мы вяжем вот такую небольшую сумочку чехольчик для телефона либо сумочку просто для прогулок она небольшая высота сумочки примерно 18 сантиметров вот 18 сантиметров и ширина 11 половиной я вязала под свою свой телефон и ключи сумочку для прогулок чтобы не брать ничего лишнего ручка связана простыми столбиками без накида поворотными рядами примерно здесь 100 сантиметров вот такой вход сумочку для вязания мне понадобилось примерно 60 метров хлопкового шнура можно вязать абсолютно из любого материала и вот этот хлопковый шнур я вязала крючком номер 6 также вам понадобится ножницы и сантиметровая лента либо линейка набираем цепочку из 10 воздушных петель первую набираем таким образом готова ее мы тоже будем учитывать вот эту первую петлю и лог и еще 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 вот наша цепочка мы поворачиваем ее на себя вот и поворачиваем той стороной где находятся такие вот бугорки сейчас нам нужен самый первый бугорок вот он самый первый бугорок сюда мы вставляем крючок и провязываем 2 столбика без накида 1 сюда же 2 2 и далее вяжем до конца вот этой цепочки за вот эти бугорки провязываем 8 столбиков без накида за вот эти бугорки 23 три три четыре четыре пять пять шесть семь и 8 мы дошли до последней петли вот она узелок наш и вставляем крючок в центр узелка и провязываем 3 столбика без накида 1 1 сюда же 2 сюда же 3 вот этот хвостик мы его сейчас будем прятать в вязании вот эта крайняя петля узелок узелок при ввязывание при провязывании туда трех столбиков без накида образовалась вот такое отверстие вот его хорошо видно сейчас мы тянем за этот хвостик поплотнее поплотнее нужно затянуть все все столбики стянулись нет отверстие сейчас поворачиваем вязание на себя и находим вот эти косички и вставляем крючок под первую вот у нас петля узелок петля узелок была вставляем под первую кого-то этот хвостик этот видим чтобы нагляднее было вставляем под первую косичку крючок вот этот хвостик надо вот этими косичками захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида 1 придерживаем вот этот хвостик 3 3 4 5 4 5 6 5 5 7 8 мы дошли до конца первого ряда находим вот эту крайний столбик куда уже было провязано 2 столбика без накида вставляем крючок в центр захватываем рабочую нить и провязываем сюда получается 3 столбик без накида все первый ряд у нас провязан находим первый вот этот косичку вот она вытягиваем немного рабочую петлю заводим крючок с изнаночной стороны на лицевую вот таким образом захватываем нашу петлю рабочую подтягиваем подтянули вытаскиваем крючок из этой петли сейчас под эту косичку куда у нас была введена петля мы вставляем крючок получается с лицевой стороны на изнанку захватили рабочую нить вытягиваем ее на лицевую сторону таким образом вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем столбик без накида готов сейчас мы провязываем второй ряд просто столбиками без накида без прибавлений без убавлений просто в каждую петлю каждый столбик мы провязываем по одному столбику без накида и последний столбик мы будем провязывать вот за такую перемычку то есть не за косичку вот они а вот такую перемычку это место соединения столбиков ряд вставляем крючок и провязываем столбик без накида снова делаем незаметно соединение вытягиваем рабочую петлю заводим крючок под первую косичку второго ряда с изнаночной стороны на лицевую сторону захватываем рабочую петлю рабочую нить подтягиваем выравниваем все столбики подтягиваем вот эту изнаночную петлю чтобы она не была слишком большой заводим крючок с лицевой стороны на изнаночную под эту же косичку захватываем рабочую нить вытягиваем ее на лицевую сторону вот у нас получается такие крылышки и вставляем крючок в изнаночную петлю и провязываем столбик без накида 3 ряда вот так получается это донышко нашей сумочки это уже стеночки второй ряд это уже формировал формируются стенки сумки сейчас вы вяжете на необходимую высоту встретимся когда будем делать обвязку верхушки сумки и так я провязала 17 рядов это место у нас соединение столбиков без накида вот он еле заметно вот это вот видите как вот по диагонали идет внутри место соединения выглядит вот так если вы не хотите чтобы у вас такое хоть и слабо заметное соединение но все же слегка заметное было видно то можно вязать по спирали не делая вот эти вот места соединения то есть вот где заканчивается ряд сразу переходим на вязание 2 3 4 и так далее ряда не делая вот этого незаметного соединения сейчас покажу как можно закончить вот этот ряд то есть пример вот этого нет начала и мы делаем просто буквально пару соединительных столбиков чтобы сгладить вязание видите то есть вот это стенки ступеньки практически нет вот нет этой ступеньки которая остается вот ее нет можно даже окантовочку верхушки не не провязывать можно полностью соединительными столбиками пройтись по верху сумочки чтобы уже был такой более законченный вид это на ваше усмотрение я решила сделать вот с таким соединением и так заканчиваю 17 ряд осталось буквально три столбика покажу как будем делать окантовочку верхнего ряда все незаметное соединение мы не делаем сразу вставляем крючок под вот эту первую косичку с лицевой стороны на одна изнаночная вот под нее и провязываем сразу соединительный столбик и так до конца ряда мы провязываем соединительными столбиками вставляем крючок под следующую косичку и провязываем через петлю на крючке под следующую косичку и через петлю на крючке вот такая окантовочка доходим до конца ряда так еще один и у нас уже уже пошли соединительные столбики все мы дошли до конца этого ряда смотрите если у вас получилось так же как у меня вот он видите в этом месте как раз будет крепиться ручка вот с правой стороны и с левой стороны где вот это вот петля то я вот эту петлю вот это место отрезать не буду то есть я сразу поднимаю петли ручки из этого места вот видите я сложила ровненько пополам и вот в этих местах где у нас идет заканчивается вязание у нас будет ручка то есть вот с левой стороны сюда будем ввязывать ручку и с правой стороны где вот в этой петля и вот следующие здесь будет у нас крепится ручка то есть я сейчас сразу поднимаю петли так если у вас вот это место соединения рядов к примеру уже зашло на другую сторону то есть вот сюда если вы связали больше или большее количество рядов то есть она может быть где-то здесь то есть явно здесь ручка располагаться не будет вы делаете незаметное соединение ряда и отрезаете нить вытягиваем примерно сантиметров на 15 отрезаем вот эту вот вторую нить и сейчас ее отрезать не буду покажу просто двойной ниткой как можно спрятать заводим крючок вот под следующую косичку то есть представим что у нас здесь не двойная вот-вот не двойное шнуром не двойной шнур одинарный завели вставляем крючок с изнаночной стороны на лицевую таким образом чтобы вот он выше вот в этой косички в центре вышел захватывая то есть она получается практически незаметно то есть если мне обращать внимание что я сделал двойной двойным шнурком то ну конечно сейчас заметно а так ему незаметно прячем вот это не прячем вот этот кончик в вязании и так начинаем вывязывать ручку для этого делаем петля подъема или воздушную петлю находим следующий столбик вот следующую косичку провязываем также столбик без накида петля подъема разворачиваем вязание вставляем крючок вот в эту петельку смотрите 1 2 вот эту в третью провязываем столбик без накида петля подъема разворачиваем вязание сейчас будем провязывать столбик вот под эту скрещенную петельку вставляем крючок и провязываем столбик без накида петля подъема развернули снова находим вот эту скрещенную петельку вставляем крючок провязываем столбик без накида петля подъема разворачиваем находим вот эту скрещенную петельку и провязываем столбик без накида для подъема разворачиваем вязание вот она скрещенная петля вот она скрещенная петля столбик без накида воздушная петля разворачиваем вязание и снова под скрещенную петлю мы вводим крючок и провязываем столбик без накида и таким образом мы провязываем до нужного до нужной длины ручку вяжется быстро и заканчиваем последние ряды воздушная петля поворачиваем вязание влево находим вот эту скрещенную петлю заводим под нее крючок захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида все мы закончили вязание вытягиваем петлю нить примерно сантиметров на 25 отрезаем нить вот у нас идет свободный кончик сейчас расправляем вот эту ручку чтобы у нее не было перекручиваний и находим место крепления вот с другой стороны видите для ручки вот таким образом вот у нас то есть мы не высчитываем петли не высчитываем столбики просто вот сложили и крепим сюда ручку я покажу как можно закрепить крючком можно закрепить и иглой для трикотажных изделий как бы вшиваем как бы пришиваем закрепляем можно взять крючок поменьше крючок пять с половиной поменьше пока ничего нету я сейчас с собой и вот таким образом соединяем основную часть с ручкой произвольно вставляем крючок наиболее удачные места для закрепления и соединяем ручку сделайте побольше стежков таких чтобы наверняка ручка хорошо лежалось ну и таким образом крепим наша сумочка готова на ее изготовление у меня ушло один час двадцать минут с учетом того что я снимала это видео поэтому сумочка вяжется очень быстро обязательно попробуйте и и если вам понравилось это видео то обязательно нажмите на пальчик вверх если еще до сих пор не подписались на мой канал то не забудьте подписаться пока ну а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...